Дагестан стал пилотным регионом, где открылось представительство Московского Кавказского клуба. Учредительная встреча состоялась в Махачкале. В заседании приняли участие представители власти, Федерального агентства по делам национальности, лидеры общественных организаций региона. О целях и задачах клуба расскажет Хамзанур Магомедов. Руководство Московского Кавказского клуба обозначило цели создания регионального подразделения среди основных установлений открытого и эффективного диалога гражданского общества и власти. Самое главное, что мне больше всего понравилось, что люди понимают, не надо просто критиковать власть или бездействие власти или еще что-то. Надо создавать предпосылки и вносить предложения, формировать эти предложения. И тогда тебя услышат, и тогда ты сможешь реально помочь республике. В ходе заседания члены клуба озвучили острые проблемы региона и предложили пути их решения. Возможно, даже прямо со школы предмет психологической подготовки родителей, как воспитывать своих детей. О том, что определенные приемы разговора, настроения диалога с ребенком дадут отдаленные результаты через 15-20 лет. На своей личной практике давал определенные приемы воспитания детей на первом и втором этапе жизни ребенка от нуля до года и от года до трех лет. На самом деле, я себя диагностировал. Было ли такое воспитание применено ко мне? Как я воспитал своих детей в эти первые и вторые периоды? Если есть конкретный материал по психологии книги, есть конкретные специалисты, которые занимаются консультацией детей и взрослых, вот это просто немного масштабы расширить. Все актуальные проекты будут рассмотрены на совете клуба. Лучшие из них получат финансовую поддержку. Мы оценим проект сначала на совете МКК, то есть здесь 0,5, здесь в Дагестане. И после этого мы обсудим этот проект в Москве. Это все очень быстро происходит. То есть, если в один день вы обсуждаете проект здесь в Дагестане, на следующий день мы выносим его на проект МКК Московского кавказского клуба в Москве. И после этого принимаем решение, каким образом мы будем этот проект продвигать. То ли мы будем привлекать финансирование, то ли мы будем привлекать какой-то административный ресурс, то есть связываться с профильными министерствами и ведомствами. Но алгоритмы у нас уже отработаны. Поэтому я хочу, чтобы Дагестан включился в эту систему и начал работать планомерно, методично и очень конкретно. Всероссийская общественная организация планирует открыть региональные подразделения во всех субъектах СКФО. Эстафетную палочку приняла делегация Республики Ингушетия. От себя лично, от БАВЫ региона хотел бы поздравить всех нас вместе, поздравить Республику Дагестан в лице Магомеда Маленького за открытие и за то, что его поставили представителем клуба в Дагестане. Пожелать удачи во всех начинаниях взаимоотношений, которые возникают и крепкой дружбы внутри нашего Московского кавказского клуба. В совещательный орган МКК входят представители регионального правительства, муниципальные власти, лидеры общественного мнения, представители экспертного и научного сообщества, общественных организаций и союзов. Очень интересные вопросы, очень важные вопросы и, наверное, очень актуальные, потому что это же ходит сознание и люди об этом говорят дома, говорят на работе. И то, что им появилась возможность сесть за столом, переговорить напрямую с чиновниками, и с представителями федеральных органов, приехавшие из Москвы, мне кажется, это уже прорыв, это уже работа клуба, которая сегодня начала осуществляться. Общим решением возглавить региональное представительство в Дагестане доверено общественному деятелю, чемпиону мира по смешным единоборствам Магомеду Маленького. Те задачи, те цели, которые перед нами ставят федеральные центры, они все реализованы, и мы сможем реализовать 100% это все и даже выйти на межрегиональный уровень. Поэтому я думаю, сегодня у большинства ребят, у большинства наших членов нашего клуба появилась та самая возможность, которая предоставляет им те самые площадки полностью реализовать себя, проявить весь свой потенциал. Первый проект Московского Кавказского клуба в Дагестане уже успешно реализован. В Дербенте в крепости Нарын-Калан накануне Дня народного единства сотни человек написали этнодиктант. Хамзанур Магомедов, Джалал Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.